всем привет и снова в эфире и снова на самых главных событиях мира информационной безопасности после долгого лета с вами команда без тв и сегодня мы начинаем наш деловой телевизионный год здесь на выставке инфосекьюрити раша 2017 на выставке мы для того чтобы посмотреть подслушать и пощупать все самое интересное видите я сегодня даже микрофон не стала с собой брать потому что так щупать будет удобней поехали чупа 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 лето в нашей отрасли завершается двумя вопросами как прошел отпуск и собирается ли кто-нибудь на инфосекьюрити несмотря на то что каждый год я вижу на лицах коллег скепсис тем не менее ежегодно я встречаю их здесь аж мекинина на инфосеке в общем сегодня у нас есть две задачи во-первых пощупать а а во-вторых прощупать аудиторию и понять почему стендисты и посетители возвращаются на инфосек ежегодно да вот у меня в руках гид по мероприятию и надо сказать я впечатлена сейчас вы сами поймете почему вот например джонгсин cyber security corporation limited джонгсин господа запомните этот бренд потому что это часть того самого китайского десанта который приехал в этом году на инфосекьюрити раша и мне вот лично очень интересно что же они представляют на своем стенде а как они себя чувствуют и вообще почувствовали ли они хлеб и соль эту знаменитую русскую традицию так а можно мне мой микрофон ага спасибо жалко ушанку забыла ну ничего поехали здравствуйте компания китайская компания практик knowledge мы привезли решение по кипробезопасности решение по радиобезопасности решение по коммуникационной безопасности время назад мы участвовали выставки в сингапуре и в дубае тоже участвовали в китае тоже часто участвовали если это информация раша до масштаба существующим на меньше чем у нас но я думаю что там конечно если много плюс то что они посетили о том что они очень профессиональными чем которые в китае китае приходят обычные люди к вам на вас да 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 обычно любители первый раз участвуйте в деловом мероприятии в россии или был до этого же какой-то опыт я на первый раз участвовали такой выставки в россии мне очень нравится москва и россия тоже и русская девушка очень красиво в прошлом году компания rnt стояла маленьким стендиком вот маленьким киоском а в этом году вы вдруг построили вот такой большой красивый двухэтажный стенды чем вызвана а вот такая вот радикальная смена декораций дело в том что в этом году в компании rnt произошла смена акционера компания rnt благодаря смене акционера смогла существенно улучшить свое финансовое состояние получить новый глоток так сказать свежего воздуха в компании пришла молодая команда это новые очень эффективные кадры в рамках security 2017 мы решили сделать первое такое заявление о выходе компании rnt на рынок в новом качестве впервые представляем уникальную геоинформационную систему простор которая была реализована для обеспечения безопасности в рамках олимпийских икс в сочи в 2014 году и может в полном объеме закрыть все потребности безопасного города также представляем нашу уникальную разработку это ружье для борьбы с беспилотными летательными аппаратами которые мы создали раньше чем концерн калашников но к сожалению презентовали его не на армии 2017 а вот в рамках security посчитав это более целесообразно вчера я был на встрече с заместителем руководителя стека и он отметил что инфосекьюрити на сегодняшний день осталась фактически последний именно выставкой решений потому что все остальные организации они перешли в формат форумов выставку сделать безусловно сложнее с одной стороны но это сейчас единственное место где можно увидеть реально какие-то разработки в области информационной безопасности российской компании на самом деле в китае например подобные выставки они проходят с очень большим успехом и компании показывают товар что называется лицом компании российские которые работают в области информационной безопасности они делают все достаточно эстетичных корпусах как правило поэтому и смотреть чаще всего не интересно но мы компания рантэ постарались в этом году сделать стенд максимально интересным ярким чтобы было интересно на это смотреть спасибо что зашли на наш стенд стенд у нас в этом году как видишь достаточно большой несмотря то что выставка стала меньше но мы надеемся со временем заполнить собой всю выставку в этом году мы действительно привезли достаточно уникальный экспонат здесь если походите по выставке других таких не найдете наш замечательный стратегический партнер компания спб делала совершенно замечательный продукт так называемый канальный шифратор уровня или один работающий на реальной скорости в 10 гигабит секунду сейчас секундочку покажу это означает для бизнеса кто вот сейчас должен вдохновиться вот на это твое заявление эта штука нужно оператором связи эта штука нужно отсюда строителям собственно сейчас на стенде наблюдается такой у нас определенный ажиотаж тех людей которые раньше приходили и которые мы обещали сделать что-то вот теперь мы это сделали и демонстрируем вот эта штука она сделана руками спб но реализовываться будет продвигаться руками инфотекса производиться будет руками инфотекса дача вам димы такой вопрос немножечко про выставку скажи пожалуйста вот вы год от года там мне кажется все выше и выше делаете свой стенд для чего для того чтобы был прямой общение то что была та самая обратная связь пока мы еще не можем до каждого нашего заказчика добежать ногами особенно это касается региональных заказчиков поэтому всех по-прежнему приглашаем сюда хотя бы раз в год в москву приехать на вот эту выставку нам нужна хотя бы одна такая ключевая выставка ключевая профильная выставка в москве так московская компания на которой мы действительно могли бы представлять всю ширину своей продуктовой линейки поэтому несмотря на то что выставка действительно из года в год все-таки видно да что она как-то так сужается как только у нас включилась стране темы импортозамещения существенно упало количество зарубежных участников по совершенно понятным причинам но мы считаем что в общем то это все равно не повод игнорировать эту выставку считается что в общем то можно здесь не участвовать нам а условно пойти там послезавтра на без саммите поставить свой стенд и там же тоже будут пойдем на без саммит послезавтра да во первых мы пойдем на ассок на сок форум и на остальные профильные все-таки мероприятия и все-таки носят характер уже либо отраслевых либо специализированных конечно на них тоже ходим но это не отменяет необходимостью проведения подобного мероприятия первый раз выступаем здесь участвуем прошлом году были как посетители ну судя по этой выставке рынок вообще безопасности в россии достаточно маленький поэтому чтобы нас видели знали и слышали надо просто быть здесь там где движняк происходит мы были дав в марте месяце на сибите в ганновере проходила выставка но там другие масштабы большие вендоры то есть просто сам все масштаб другой и видно что европа она и мир же живет много другими форматами поэтому хотелось бы чтобы у нас в россии тоже это развивалось и hd есть еще конференция побольше наверно хотелось бы таких площадок именно для профессионалов где нужна информация звучит меньше рекламы но больше знаний вот но и побольше площадей давать людям чтобы более новые компании которые приходят на этот рынок могли о себе говорить заявлять больше конкуренции было она шла в массы не только среди профессионалов но и среди просто бизнес предпринимателей чтобы люди больше думали вот об этой сфере чем security russia отличается от других выставок там лучшую сторону в худшую сторону на самом деле все выставки отличаются друг от друга и нет такого общего бренда security потому что security в лондоне очень сильно отличается от security в гааге разная аудитория разная аудитория соответственно разное представительство везде работают локальные команды поэтому они стараются сформировать выставка именно в том виде в каком она и каком она есть наша выставка всегда отличалась какой-то как бы это сказать кулуарностью и это в общем-то плохо на выставке не хватает людей не из тусовки на прошлой неделе проходил суд там говорили информационной безопасности не меньше чем на это мероприятие но там я не видел ни одного но практически я не видел людей из из области информационной безопасности и мне там было очень интересно и я был действительно удивлен зрительную посетителя я даже сюда затащил несколько людей оттуда потому что здесь нам нужны те люди кто будет для кого это консерн нужны эти директора нужны руководители медицинских клиник инфосекьюрити должна быть не не профессиональной выставкой для безопасности по моему мнению она должна быть образовательной площадкой для всех людей и так мы поговорили с участниками выставки и вот что поняли мероприятие важное мероприятие нужно в нем будут участвовать она лучше и потому что единственная однако скепсис который бытует в сообществе он же взялся не на пустом месте и об этом нам рассказали уже в кулуарах и вот какие бытует мнение во-первых выставка это мероприятие для потребителей когда ты пришел увидел и купил но в информационной безопасности это так не работает как ты покажешь информационную безопасность ну и как ты ее вот так вот здесь сразу купишь поэтому мероприятие во многом полезно для интеграторов для которых важно в том числе имиджевое участие и для маленьких и неизвестных компаний которым нужен старт и свой первый шаг они делают в рамках известного международного бренда инфосекьюрити кроме того крупные компании здесь участвуют в том числе по инерции и посетители приходят в том числе тоже по инерции то знаете как поздравлять мало знакомых людей с днем рождения когда об этом тебе напоминает фейсбук он напомнил ты поздравил он напомнил ты поздравил вася петя поля с днем рождения ну и давайте начистоту просто напросто формат выставок привезенные оттуда за рубежа к нам россию ну просто напросто не прижился но мы совсем другие у нас другая культура делового общения но кстати что характерно для наших мероприятий очень важно контентная составляющая и благо на инфосекьюрити с этим все нормально но обзор конференционной части мы сделаем завтра мы расскажем вам про финансовый день инфосека так что будьте с нами не переключайтесь ставьте большие пальцы вверх и подписывайтесь на наш канал до новых встреч пока